всем привет это канал экодрифт на улице уже осень а меня зовут сергей каждая новая модель моноколес обещает больший пробег скорость мощность но за все это приходится расплачиваться весом и габаритами king song и motion пытаются доказать что тоже могут делать мощные быстрые колеса но пока они с этим не справляются также они полностью забросили нишу массовых колес а ведь мало кому в нашей стране нужны колеса скоростью 90 километров в час и весом 50 килограмм но ситуация неожиданно решили исправить бегут они взяли и выпустили шестнашку на подвеске знакомьтесь бегут t4 погнали как выпускают колеса бегут всем уже понятно сделали удачную платформу и начали на ее базе нарезать различные конфиги т4 не исключение внешне это мастер на минималках такая же формула но маленький мотор 100 вольтовое напряжение меньше батарейки и меньше седло но при этом есть 90 миллиметров хода подвески это больше чем у мастера а еще бегут додумались убрать это 4 хвост который выполнял бы роль подставки и худо-бедно помогал бы отсекать грязь с одной стороны от этого выиграл внешний вид выглядит t4 действительно круто с элементами брутализма видит торчащих проводов болтов и прочего минимум колеса за максимум денег но практично здесь убита напрочь минус удобная подставка для парковки некуда закрепить брызговик или крыло и короче тут просто простор для доработок и колхозинга сидушка мягкая мягче чем на мастере но сидеть не так удобно рановато начинается задний подъем хочется иметь возможность сдвинуться чуть назад ну и высота мне хочется повыше ручка пластиковая как на мастере может сломаться так что лучше за нее лишний раз колесо не поднимать и для рослых людей она расположена низковато хотя если вы высокий богатырь то зачем вам шестнашка берите мастер катить колесо за ручку удобно у нее два положения под ручкой порты зарядки две штуки в комплекте кстати зарядка сразу на 5 ампер дисплей увы не от мастера он не такой большой и не такой информативный но скорость видно спереди четырехглазая фара есть регулировка наклона в очень небольшом диапазоне худо-бедно светит но глаза прохожих не щадит сзади габаритные огни и они же стоп-сигналы наконец-то бегут додумались сделать их в более прозрачном корпусе и они светят из коробки эти ленты не зафиксированы нужно вооружиться шестигранником для фиксации здесь же сзади подвеска она конечно люфтит и играет если не накачать амортизатор можно попытаться дорабатывать установив уплотнительные кольца шайбы а можно кататься так амортизатор с демпфером отскоком и это хорошо иначе колесо будет катапультировать вас на больших кочках крышечка ниппеля пластиковая обязательно ее нужно заменить на металлическую с резиновым уплотнителем хотя и это не спасет вас от периодической подкачки амортизатора педали педали эти от бегут рс мне лично они не нравятся я бы их сразу поменял но в целом если их зашиповать то ездить можно покрышка 16 на 3 cst такая же как у николы не самая лучшая для бездорожья но для езды тротуарном режиме самое то хорошо управляется не скользит родные подушки смотрятся неплохо с ними даже вполне можно ездить но прыжковые упоры почти не работают а верхней части подушкам не хватает комфорта конечно я рекомендую поставить хорошие кастомные подушки с ними управление и комфорт выйдут на новый уровень меня снимаешь да всем привет о чем не надо еще говорить как меня зовут мне кажется уж привыкли у тебя шли ну и те не узнать за свойствия в этом шаге катался даже ты уже не желтый точно сейчас о прикиньте у меня шлем теперь другой но я его это в нем был на я в нем был до много раз но последний время носил желтая час пришел на это вы поняли сами ярчам о как я красиво сижу по поводу т4 жаль что называется нет и 34 был бы ответ ветерану с их названиями в стиле танков ну да ладно из минусов вначале скажу что мне не очень понравилось периферии не очень понятно чё как управлять много функций но кнопки всего 2 и поначалу прям сложно разобраться то есть я не понимал как его включить просто как включить фару что там надо сделать в определенных ситуациях вот во вторых подвеска отвезения очень хорошо она вам не надо почему подвеска не хорошо подвеска тоже комфорт так она же вела подвеска кому хочется перебирать кажд 20 часов ты имеешь ввиду амортизатор да амортизатор перебрать но это не так сложно да но его надо перевязать каждые короче 20 часов по инструкции давай задом покатаемся я не вижу куда я еду зачем тебе видеть ты просто езжай все педали стоковые классические мы к нему же привыкли и чё понравилось но у фара прикольная как на мастере не ущемленные да я можно так вот таким образом включить если про взял правильно сделал однако на иксе не было поинтереснее она была с ангельским кольцом если вы помните и это был довольно удобно ты мог днем ехать чисто с включенным ангельским кольцом а вечером включать непосредственно саму пару фара сзади вообще классные тоже мне нравится она стильно выглядит солидно значит мы проверяем насколько колесо хорошо подойдет вам под дропы короче прыгаю чем мягенько мягко весьма неплохо здорово блин знаете если вы строительскую лесенку не занимаетесь кофигнёй делайте вот так оно приятнее идет просто по газончику нормально вот по травке может покататься по травке вот по такой травке вот так неожиданно внезапно что это было не знаю вот очень происходит просто ехал остановился непонятно чего случилось на торможении до на торможении нам еще на этом колесе за шаурмой ехать вы не понимаете это слишком важно для нас так снимай и так я починил колесо меня можно брать сервисы центр эко-дрифт что ты сделал я у вас раскрутил его там это остановил ну давай еще раз разгонись попробуй затормози о это она это перезаряд она пропала сейчас да из плюсов это вес она реально не тяжелую то есть она весит 30 килограмм что по нынешним меркам весьма таки неплохо 16 радиус колеса вообще никак не ощущается в негативном смысле потому что цвет во первых широкая покрышка во вторых из-за подвески он ощущается нормально так как он высокий ощущается прям как реально 18 по лесенке на нем съезжать реально удобно а то у нас нормальных лесец не было и очень удобно сидеть сидушка прям классная вот если вы такой же гном как и я не доросли даже до метра восьмидесяти то вам сидушка будет это по кайфу но она идеально вообще вот по позиция прям до сиденья вообще прям максимально хорошие уважаемые вот я их сцен в этом плане выглядел как такой x выглядел как такой немного незаконченный продукт а это прям уже с кайфом идет если же вы под два метра ростом уже наверное нет но я проверить не могу я свой рост не изменю покрышка кстати здесь стоит довольно прикольная я думал она будет держать довольно-таки неплохо по траве но меня что-то сегодня немного подзнасило особенно когда сидя ехал ну вот мы попробуем сейчас сидя по траве проехаться насколько фигеть моя жопа побыстрее надо ехать да у меня жопа соскальзывает она у меня там буксанула не слабо так по этим листочкам по защищенности колеса не начинают здесь сверху такие мягкие штучки которые должны его защитить случае чего от различного рода ничего это не защищать это только все просто порвется и все после пера не защита она мягкая должен учить демпфер работать ну если у тебя на нулевой скоростью упадет защитить да если на скорость упадет то это все хана всем смотрите батка 1800 есть экранчик подвеска скорость ну типа 60 вообще нормально без вопросов не каждый не каждому нужно 90 ехать 150 тысяч огонь колесо берите чего вы думаете вон а можно взять поэтому без раздумий берите и кайфуйте вот реально у нас магазин на качелях да открылся берите акция только только сейчас если вы позвоните прямо сейчас мы вам сделаем скидку 500 рублей правда просто с баткой если я думал что батка 1500 я скептически относился но с 1800 батки твою ж мое почтение тут какой-то провал до качестве ремонт спасибо савянина вы думали мы штили про шаурму а нет а отлично а будьте добры две с сыром и картошкой значит немножко выводов поначалу колесо было себя странно конечно мы немножечко испугались но вроде как это был перезаряд если таких проблем у колеса нет каких-то по электрике которые потом будут всплывать то в целом огонь колесо пацаны это прямо очень хорошо я взял себе вот реально по моему это впервые когда я говорю что я взял цены если вы хотите что я был главным ведущим вы пуляете под велосы хэштег я рчам главный ведущий все крисовый огонь всем пока по характеристикам здесь у нас 100 вольт 1800 ватт часов аккумуляторы и двигатель 2500 ватт казалось быть типичный бегут никола или rs ну чтобы было максимально утилитарно просто в производстве и потом все это продать по максимальной цене но бегут решил удивить по полной программе во-первых двигатель за тикс это тот самый который ставит king song 16x и in motion в 12 ключевое отличие 60 магнитов движок с большими подшипниками как на всех современных двигателей бегут и хотя это двигатель значится как c30 это тяговый двигатель типа как в 12 ht а может быть еще более тяговым раскрутка всего семьдесят восемь километров в час безопасная скорость на полный заряд будет до 60 километров в час второй сюрприз это контроллер абсолютно новый уникальный контроллер с трехэтажной архитектуры как в мастер силовая часть на алюминиевой подложке на алюминиевой подножки на алюминиевой подложке короче все серьезно подробности читайте в нашем тех на блоге на сайте кадрит и это не все у нас 4 сборки но не по 100 вольт как у хиру а по 50 которые объединены в две пары также как на мастере на плате сопряжения стоят предохранители суммарно на 120 ампер не мастер и . по конструкции есть вопросы болты слайдеров труд трубы нижние башенки плохо закреплены и перекошены завода гидроизоляция ее здесь нет от слова вообще несмотря на все прокладочки которые по сути просто защищают провода от быстрого перетирания огромный вопрос кабелю двигателя он просто трется а левую подушку в общем полный набор от бегот перед эксплуатацией обязательно все перебрать и проверить в колесе могут быть спрятаны пасхалки самых неожиданных местах и сделать гидроизоляцию не забудь и самое главное как на всем этом катается ощущается колесо просто суперский она не широкая удобно стоит ногах подвеска действительно мягкая на отрабатывать и реально отрабатывать все мелкие неровности не пробивается на бордюрах и лежачих огромный ход 9 сантиметров великолепно работает на бездорожье любые корни и канавы все это лишь слегка отдает в ноги это шестнашка и поэтому у колеса высокая маневренность совсем не как мастер мастер ощущается более вальяжным а т4 маленькая шустрой и подрывистая короче для тротуара т4 будет идеальным если вы визжаете в толпу пешеходов это не проблема пешеходов нет можно быстренько прохватить по тротуару или по проезжей части с низким автомобильным потоком езда сидя позволит дать ногам отдохнуть расслабиться и получить полноценный кайф полноценный кайф а погнали привет решил разбавить эту готоводную идиллию я отъездил год на с 18 второй версии пробег около 6000 километров на т4 смотрел с огромным скепсисом какой-то непонятный недомастер зачем он нужен покатался и мнение кардинально поменялось т4 неожиданно классная первая мысль king song вы точно что-то не то делаете вот же я бы пересел на т4 по трем причинам первое батарейка больше второе езда сидя просто божественно и третье да надоело мне с 18 на здесь новые эмоции но в итоге я передумал потому что первое дороговато но с учетом всех доработок и допов второе колесом слишком сырое третье педали плавают третье ладно это придирки можно привыкнуть сначала плюсы сгонял по привычным своим маршрутам подвеска из коробки кайф мне зашло очень комфортно и большие каналы тоже успешно отрабатывает это лучшая подвеска от бигоди в т4 супер пищалка как и на мастере предупреждение точно не пропустишь и я думаю что 45 километров в час хватит в любой ситуации почти до полного разряда и тут многие спросят а где блин обзор мастера ох не сыпьте соль на сахар очень хотелось очень готовился но сейчас уже пятая модификация мастера я не знаю как можно делать обзор на колесо которая так часто меняется может быть и запилим обзор но позже ст4 тоже не так гладко и бигоди тоже будет его модифицировать уже известно что планируется поставлять дополнительно хвост и в базе будут педали от мтн4 еще мне не очень понравилась ручка коротковато в комплекте к т4 лежат полиуретановые кольца бигоди их кладет для того чтобы пользователи по желанию подкладывали их вниз это ограничивает ход педалей они не будут подниматься слишком высоко и по мнению бигоди колесо с этими проставками будет более стабильно ехать на скорости по шоссе по выявленным недостаткам прокрут статором да есть такая проблема правда лечится относительно легко установка дополнительных винтов или штифтов между ступицей и магнитопроводом эту операцию лучше сразу сделать самому или заказать в сервисе также иногда дисплей фары не включаются если колесо постояла в прохладе на улице на мастере встречается такая же проблема если решением я увы не знаю тремор у кого-то есть у кого-то нет данных немного но уже есть отзывы что тремор появляется даже после обновления прошивки и по защите от грязи саша вонев из питера уже отливает годные защитные кожухи они отлично решают проблему грязи но есть нюансы при сборке и немного страдает внешний вид а вообще подписывайтесь на чат владельца 4 чтобы узнать больше подробностей и удачи на дорогах с конкурентов у нас хиру как вариант да но хиру слишком тяжелая и громоздкая а т4 намного интереснее едет у хира есть свое преимущество у него есть много пластика а это хоть какая-то но защита от грязи и в целом защита корпуса без подвески чеки ну просто покатайтесь на т4 часики и вы поймете что здесь не может быть конкуренции но в целом т4 все-таки мягкий он смягчает разгон и торможение за счет подвески а если вам нужна максимальная жесткость и максимальная тяга то лучше смотреть в сторону рс ht и остается еще с 18 от kingson он все еще неплох особенно в 2 версия весит легче но всего три параллели как следствие недостаточная тяга и почти в два раза ниже емкость аккумулятора серьезно такой себе конкурент на самом деле для выводов рановато новый двигатель новый контроллер новый форм-фактор колеса усложняются и делать выводы по кота всего пару дней нельзя мало ли что там всплывет на 1 прошивки то 4 3 марил и мы в этом убедились нет защиты от грязи требует глубокой доработки короче модель выглядит несколько сыроваты фанатам бегут конечно не привыкать а вот те кто ездил до этого исключительно на 16 с стоит задуматься хотя сам форм-фактор т4 его компоновка его характеристики и конечно работа подвески это все очень хорошо и выглядит перспективно если колесо планируется использовать для фана для покатушек выходной день и хорошую погоду и возможно для соревнований в чулково тогда берите и не сомневайтесь море позитива вам будет обеспечено что в городе что в лесу да 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А на этом наш обзор подходит к концу Спасибо, что смотрели нас Обязательно ставьте лайки Пишите комментарии И до новых встреч Пока-пока Все, это конец Субтитры создавал DimaTorzok